Супружеская пара погибла в пожаре, который произошел сегодня днём в Бавлинском районе. В посёлке Исергапово загорелась деревянная баня. В процессе борьбы с пламенем пожарной обнаружили тела 57-летних мужчин и женщин. Как выяснилось, супруги приехали в гости к родственникам, решили сходить в баню. Дознаватели не исключают, что люди сначала отравились угарным газом, потеряли сознание, а уже затем произошло возгорание. Причина пожара устанавливается. Там же, в Бавлах, ещё один человек едва не погиб в пожаре. Спастись ему удалось благодаря своевременно подоспевшим на место пожарным. Огонь разгорелся ночью на первом этаже многоквартирного дома. К моменту прибытия пожарного расчёта мужчина пытался спрятаться от огня и дыма в ванной комнате. Хозяина квартиры вывели на улицу. Пришлось прибегнуть к помощи специальной маски. Спасённому понадобилась госпитализация. За четыре минуты огонь был потушен. Площадь пожара составила два квадратных метра. По предварительной версии, причиной инцидента стала неосторожность при курении. Казань. Сегодня утром на улице Декабристов задымился красный автобус. Происшествие зафиксировали очевидцы и выложили видео в социальные сети. На кадрах виден густой дым. Однако, как сообщили в Ассоциации автотранспортных предприятий, Казани открытого горения удалось избежать. По предварительной версии, причиной задымления могло стать попадание масла в камеру сгорания. Экипаж автобуса действовал грамотно, как положено по инструкции. Остановили автобус. Высадили пассажиров. С пассажирами всё хорошо, пострадавших нет. Открытого огня и горения автобуса не было. Автобус был снят с маршрута и отбуксирован в гараж. Сейчас ведутся технические работы. На улице Ершова столкнулись три автомобиля. Один из водителей, скорее всего, выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. В результате Toyota врезалась в Chevrolet по касательной задела Land Rover. Я ехал прямо. Вот товарищ разворачивался. Я в него въехал. Вы на какой сигнал ехали? Я на светофор не смотрел в это время. В отличие от водителя Toyota, другой участник аварии на светофор смотрел. Поэтому, уверен, разворачивался на разрешающую стрелку. ДТП произошло в час пик, когда на этом участке скопилось немало автомобилей. Некоторые из них, ехавшие в прямом направлении по Ершова, встали в пробку сразу после перекрёстка. Поэтому мужчина, управлявший Chevrolet, остановился, пропуская поток. Я здесь пропустил, машины стояли. У меня зелёная была уже тогда. Я подождал ещё пять секунд и начал ехать. Вот у меня въехал. Водитель уверяет, Toyota не видел и откуда она взялась, не знает. После удара паркетник не сразу смог остановиться. Поэтому досталось и лендроверу, стоявшему в пробке перед иномаркой. Discovery отделался царапинами, а двое других участников оказались не на ходу. С виновником вопрос был решён быстро, причём довольно оригинальным методом. Из двух, когда старший и младший, у них проблемы. Всегда виноват старший по определению. Я же старше его. Вы думаете, возраст имеет значение? Возраст всегда имеет значение. Я же должен быть мудрее. Полной страховки у водителя Toyota нет, поэтому восстанавливать иномарку он будет за свой счёт. На улице Аделя Кутуэ недопонимание между руководством продовольственного магазина и службой безопасности закончилось вызовом полицейских. За пределы магазина один из сотрудников вынес две коробки. По его словам, это просил сделать директор. Просто она мне попросила, я подчиняюсь, вычислил я туда. И всё. Она попросила сюда, под замок положить? Да, под замок. Она сама попросила сюда поставить. Выполнил просьбу директора и в итоге оказался крайним. По словам мужчины, руководство попросило убрать две коробки с кофе куда-нибудь подальше. Подальше это в металлический сарайчик, использующийся для хранения просрочки перед утилизацией. Макулатуру, хлеба там ставим и потом сдаём. То есть на какое-то время вы попросили припрятать эту куфу? Ну пока, потом обратно занести, поставить на витрину. Грузчик не стал задавать лишних вопросов, для чего нужно переносить товар с места на место, да ещё перед ревизией. Отнёс в пристрой, закрыл на замок и тут же стал подозреваемым в краже для сотрудников службы безопасности. Якобы мужчина всё-таки вынес товар за пределы магазина. Если бы оно его там спрятало, в магазине уже вопросов бы не было у нас. То есть мало того, что оно было здесь спрятано, оно уже после ревизии хранится здесь три недели. То есть оно до сих пор живёт. Не будет так непонятно, сколько прошло времени, куда бы делся этот кофе, потому что ключи были только у человека, вот как раз и подозреваем. В этой непростой ситуации предстоит разобраться полицейским, поскольку служба безопасности намерена написать нагрузчика заявление. В то время как директор магазина к нему претензий не имеет. На пересечении улиц Татарстана и Сары Садыковой столкнулись БМВ и каршеринговый автомобиль. Девушка, управлявшая этим Хёнде, рассказала, что поворачивала налево со своего ряда. Водитель БМВ хотел сделать то же самое, но с правой полосой. Он оправдывался тем, что девушка должна была выбрать для поворота более резкий радиус. Кроме того, он является помехой справа. Никто вину не признал. Сегодня на улице Кулахметова образовалась внушительная пробка. Причиной стала авария с участием сразу трех машин. Другим автомобилистам пришлось разворачиваться и объезжать место ДТП. Как минимум час движения на улице Кулахметова было полностью парализовано. Несмотря на серьезные повреждения, никому из участников ДТП помощь медиков не понадобилась. Просто слева получается ехал по левой крайней полосе. А кто виноват получается? Ну, я, потому что сзади же вырезался. То есть сзади это сразу несоблюдение дистанции. Отрицать свою вину в аварии водитель «Газели» не стал. Тем более по расположению машин на дороге было ясно, кто нарушил правила. Судя по всему, причиной происшествия стала спешка водителя «Газели», который торопился выполнить служебное задание. Я двигался по улице Кулахметова, поехал на обгон. То есть фура и «Газель» были на прицепе. Поехал на обгон, а «Ларгус» поворачивал налево и не успел затормозить, повернуться. После столкновения «Ларгус» отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с проезжающим мимо «Шевроле Лачете». От удара у отечественного авто практически вырвало колесо. Покинуть место ДТП он смог только на эвакуаторе. Разыскивается без вести пропавший овсянников Владислав Владимирович, 1988 года рождения. 28 июня ушел из дома в поселке Бакчисарай Верхнеуслонского района. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Особые приметы. Рост 174 сантиметра, худощавого тела сложения, волосы русые, глаза серые. Был одет в черно-синий полосатый свитер, черные баллоневые брюки, черные резиновые сапоги. Всех, кто обладает какой-либо информацией об этом человеке, просьба звонить по номерам, указанным на экране. Субтитры создавал DimaTorzok